Жители аварийного дома номер 1 по улице Монтажников и номер 28 по улице Инициативной села Никола-Березовка в 2021-м стали оплодателями новеньких квартир. Благодаря адресной программе по переселению граждан за полтора года в райцентре построили трехэтажный дом. Ключи от заветной жилплощади с чистовой отделкой получили 19 семей. Мы там прожили лет 18. Ну, сами знаете, туалет там с крагом сделан. Душевой нету, горящей воды нету. Отопление, да, дай бог, отопление нормально было. Ну, условия были очень легче, лучше, какой в деревне было жить. Завершилось строительство водопровода в селе Музяк и в деревнях Старая Бура и Мурзина. В последних двух населенных пунктах центрального водоснабжения не было. В общей сложности ввели в эксплуатацию более 16 километров трубопровода и уже начали подключать жителей. Жители просили, жаловались от этого. Вот спасибо, что провели воду в нашей деревне. Легче стало уже по хозяйству. Сейчас автомат есть, душевая есть. Вода идет. За водой не надо ходить. В селе Новоурозаево открыла свои двери новая мечеть. Для местных жителей это было долгожданное событие, ведь призывок к молитве здесь не было более полувека. Возведение Дома Аллаха ушло два года. Средства собирали все деревни, и каждый помогал по возможности. Чтобы разделить радость верующих на торжественное открытие, приезжал в Верховной Муфте России Талгар Таджудин. Теперь в деревне будут учить детей основам ислама. Хотят быть. Ребеты тоже хотят. Дети хотят. Начали уже. Некоторые уже знают. Буквы знают уже. Арабские. Арабские знают. Это очень даже замечательные события. Долго-долго ждали. Вот наконец-то пришла в Ребе. В селе Орлан появился новый сквер. В 2021 году территорию благоустроили на средства, выигранное на всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование». В центре парка установили памятник уроженке села Сакивеса и Петеновой. Она своими руками сшила знамя Марийскому батальону и сочинила гимн, который смог зажечь сердца людей на борьбу за свободу. В честь активной участницы революционных событий назван сквер. Мне посчастливилось с ней поздороваться за руку в июне 67-го года. Я же королек, когда я пошел поступать в Марийский петельский институт. Она была такая скромная уже где-то женщина, но глаза были очень зоркие, революционные. Мне было сегодня очень приятно, что я участвую по приглашению национальной культурной автономии Марийской, которая у нас в районе, Краснеканском районе. И я участвую в открытии ей памяти, памятника. Продолжаются работы в исторической части села Никола Березовка по реализации проекта «Никола Березовка. Возвращение домой». Благоустроили сквер у Никольского храма. Там установили кольцевой мост на озере и деревянную детскую площадку стоимостью более 4 миллионов рублей. Появился дополнительный остановочный комплекс с эко-парковкой. Полностью отстроен амбар купца Федорова. От здания оставалась лишь одна фасадная стена. И это не полный перечень работ. Остальные продолжат еще в 2022 году. И сюда приходили мимо вот этого места, потому что здесь было не очень красиво. Здесь раньше стояли заборы, а сейчас здесь очень приятно находиться. Мне кажется, даже каждую неделю можно приезжать просто чисто отдыхать, самой, с детьми. Детям здесь очень нравится. Все замечательно. Здесь хорошо, свежий воздух. Каждый год все лучше и лучше. Отремонтировали аварийные участки трассы Нефтекамск-Дюртюли. Новый асфальт появился на трех отрезках дороги от Ташкинова до Шариповского участка. Их общая протяженность 7 километров. Первый участок полтора километра, повторюсь. Второй участок это 2 километра. Третий участок это 3 километра 200 метров. Будет нижний слой, будет верхний слой, верхний слой будет СуперПев. Как бы уже второй год Республика Башкорстан совместно с УДАХАР разработали, как бы, так скажем, новый вид асфальта, да, покрытия. В нем применяется битум, СуперПев, так называется, полимероваяющий битум. В летнее время, когда жарко, расплавляется, как бы, занимается самолечением, так скажем. Трещины, когда бывают маленькие, он сам, как бы, затягивается. В 2021 году приступили к строительству долгожданной велодорожки. Работы первой очереди начались в мае. Тогда спортивную трассу проложили от начала улицы Инициативной, через улицу Зеленая и Карла Маркса. Затем по улице Строителей и Центральной площади, а закончили в Парке Победы. В 2022 году планируют соединить ее с велодорожкой города Нефтекамск, а в ближайшем будущем и с Никольским храмом. Мы по этой программе хотим соединиться с Никольским храмом. У нас пойдет дальше вот эта велосипедная дорожка через реку Пенза со строительством моста. Но это уже будет дополнительное финансирование. Трудный год был для работников сельского хозяйства Краснокамского района. Однако, несмотря на засуху, аграриям удалось собрать более 75 тысяч центнеров зерна. Заготовлены в достаточном количестве корма, проведены работы по закладке урожая будущего года. Сохранено поголовье крупно-рогатого скота. Положительных результатов достигли предприятия племзавод «Алга», «Заря», «Раздоле», а также крестьянско-фермерские хозяйства. Открылся новый спок «Мед Северо-Башкирии». Более 200 улей в среднерусских пчел располагаются на пасеке возле села Кориево. С одного уля пчеловоды за сезон собирают около 25 килограммов янтарного лакомства. Пасечники планируют получить статус пчелорепродуктора. Мы вот здесь совместно по инициативе научно-фермерского центра, именно директора Байтулина Реверафитича, создаем здесь племенной пчелорепродуктор посреднерусских пчел. Их будет у нас на северо-западе как бы три таких, один по матководству и два пчелорепродуктора. Ожидаем, значит, лаборатории по матководству и по искусственному осеменению пчел. В Краснокамском районе впервые проходили конные скачки на приз главы – Камское дерби. В соревнованиях приняли участие более 50 лошадей из районов и городов нашей республики, а также Татарстана, Пермского края и города Екатеринбург. Муниципалитет намерен развивать конно-спортивное направление. Первый раз я доволен. Еще приедем. Спасибо главе, такой организовал, кто там, помощники главе администрации, что видно человек работает в этом сфере не только конном мире, а в сельском хозяйстве. По-прежнему проводить масштабные мероприятия мешает пандемии, однако работники культуры все же не дают скучать краснокамцам. А чтобы праздники были еще красочнее, в Центральном районном Доме культуры установили светодиодный экран. Оборудование стоимостью 1 миллион 800 тысяч рублей в учреждение появилось благодаря реализации госпрограммы развития культуры и туризма. Еще на 720 тысяч рублей закуплены прожекторы, генератор тумана и другое сценическое оборудование. На Исплее можно вывести крупные планы происходящих на сцене событий, проиграть ролики других фильмов или видеозаписей, создать какой-то эффект звукомузыки, светомузыки, вывести динамические декорации. Концерты будут проходить гораздо насыщеннее, интереснее, поэтому мы вас приглашаем. В 2021 году в трех школах Краснокамского района открыли точки роста. Образовательные центры естественно-научной и технологической направленности появились в деревнях Новая Бура, Раздолье и селе Музяк. Современные лаборатории оборудованы всем необходимым для углубленного изучения физики, химии и биологии. Учащиеся и преподаватели уже начали проводить практические работы. Нам цифровая лаборатория и образовательный центр «Точка роста» позволяют проводить практические работы, лабораторные работы, это очень удобно. Ребятам это очень нравится, это повышает интерес к предмету, а также интерес к практическим занятиям. Краснокамская центральная районная больница продолжает обновлять медицинское оборудование. Цифровой флюорографический кабинет появился в поликлиническом отделении села Куянова. За последний год здесь провели капитальный ремонт и оборудовали еще и рентген-кабинет. На обновление материально-технической базы учреждению было выделено порядка 30 миллионов рублей. По-прежнему медики на передовой в борьбе с коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 переборели более 2000 жителей района. Врачи не только помогают удалить недуг, но и проводят реабилитацию пациентов. Запустили программу по углубленной диспансеризации, получается, с лета. Пациенты после перенесенной ковидной инфекции проходят лабораторные диагностические мероприятия по выявлению именно осложнения после перенесенной новой коронавирусной инфекции. В основном там идет нарушение свердомости крови. Все это время поддержку населению оказывают и волонтеры. Добровольцы не только доставляют продукты питания и первые необходимости, но и раздают лекарства больным коронавирусом. Волонтером я являюсь уже 5 лет и очень отрадно, когда помогаешь населению, людям, потому что они благодарят тебя за твою помощь и то, что день у нас прошел не зря. Если подводить итоги, то этот год был непростым. Однако удалось реализовать много проектов, достичь результатов в разных областях и взять курс на новый 2022 год. Анастасия Тимирбаева, информационная программа «Время новостей».